Обещала вам эфир сегодня. Пришлось держать слово. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Сегодня у нас тема эфира. Бывший вернулся. Ну, собственно, будем обсуждать третью серию. Вот. Для тех, кто меня не знает или видит впервые, меня зовут Анна Богинская, автор известной трилогии Жить Жизнь. Трех книг, таких как Жить Жизнь. Первая книга, одноименный, вы знаете, я думаю, многие сериал. Вторая книга, Грех прощения, продолжение книги. И Код вознаграждения. Третья, завершающая книга, трилогии. Кроме того, трилогия Жить Жизнь, она также доступна в твердом переплете. Это версия издательства Exmon, но в ней нет бабочки для регистрации в клубе Жить Жизнь. Поэтому, если для вас важен клуб, вы можете приобрести, например, книгу исцеления любовью, если у вас есть такая трилогия в твердом переплете. На сайте аннабагинская.com еще есть такие книги, как исцеление любовью и порабощение любовью. Где исцеление любовью посвящены созидательным отношениям, а порабощение любовью посвящены разрушительным отношениям. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вот, собирайтесь скорее. Я не очень спешу, хоть поздно сегодня вышла в эфир, потому что мне надо было закончить там один процесс. И он, в общем, немножечко задержался. Спасибо за добрые слова. Да, у вас сегодня будет, как это, чем заняться на эфире и разгадывать, как же держится эта конструкция. Когда-то подружка моя говорит, я хочу вот, чтобы у меня на юбилее, говорит, вот чтобы было вот так вот на голове, и вот так вот там. Ну, в общем, это такая конструкция, она мне показывает картинку, ну, прическа. Я говорю, а как она держаться будет? На гвоздях? Примерно это же случай, да? А как оно все держится? Хорошо, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Так. Хорошо. Ну что же, начну с главного. Тема такая наболевшая, накипевшая, для многих из вас бывший вернулся. И на самом деле второй сезон сериала Жить жизнь, это как раз таки высшее проявление самого страшного, что может случиться с женщиной, да? Это когда твой бывший вернулся не просто, психопат вернулся не просто из соседнего района или города, а в принципе в твоей голове немножко с другого света, да? Между прочим, кто-то из вас может сказать, вот же ж нафантазированная история. Но это совершенно не так, потому что, например, среди моих читательниц была такая история с психопатом совершенно не фантазийная. То есть, где он тоже погиб, а потом через несколько лет он оказался жив. Так что в этой жизни, на самом деле, история бывает очень разная. И сериал Жить жизнь как эпогей вот этой высшей формы манипуляции, где включены огромные ресурсы, огромные деньги, и где люди, которыми манипулируют, они не так просты и наивны, да? И ставки очень-очень высоки. Естественно, мы имеем и вот такой вот, вот такую форму. Мне эта сюжетная линия очень нравится. Я хочу сказать, что я многократно в разных интервью об этом заявляла, и сегодня тоже повторю, что в отличие от книги, что Стас оказался жив, это одна из моих любимейших сюжетных линий, потому что мы здесь можем открыть кейс и посмотреть, а какая же реальность, когда бывший возвращается, и пустим мы его в свою жизнь или нет. И, к сожалению, как показывает жизненный опыт, очень многие пускают, да? Стоит ему только появиться. Так вот, когда мы вернёмся к этой сюжетной линии и посмотрим на неё, вообще, на самом деле, многие из вас, многим из вас, я бы очень рекомендовала пересматривать серию несколько раз. Потому что гениальность диалогов и всего, и шлифовки всего того, что мы туда хотели заложить, я прямо с диким восторгом в очередной раз переслушивала их диалог с Анной, когда она сначала разговаривает с его аватаром, и потом разговаривает уже с ним вживую. И здесь есть очень много важных, как бы, посланий для жертв манипуляции, даже если ваш бывший вернулся не из, не с того света, а просто соседнего района или соседней улицы. Потому что там в каждой фразе заложено, на самом деле, реальное взаимоотношение с психопатами. Поэтому я вот прямо хотела пройтись по таким основным цитатам, для того, чтобы сконцентрировать на этих цитатах ваше внимание и обратить ваше внимание на то, что когда вы смотрите второй сезон и концентрируетесь на соблюстийности, вы теряете очень многие, скажем так, обучающие аспекты и основные закладки, которые мы стремились, как создатели, вам донести и показать. И, собственно, многие из вас говорят, вот в «Грех прощения» по-другому. На самом деле в «Грех прощения» очень похоже. Просто история в «Грех прощения» более социально адаптированная для большинства людей, а история в сериале «Жить жизнь», она более в таком сконцентрированной форме, на максимальных эмоциях. Но смысл тот же, и слова, кстати, тоже очень похожи. Я прямо сейчас буду проводить в параллеле. Поэтому первая фраза, на которую я хотела обратить внимание, это фраза касаемо любви. Собственно, это одна из моих любимых форм диагностики. Многие из вас спрашивают, а как понять, там, психопат перед тобой, нарцисс или социопат, как это можно быстро выявить, вообще, как это можно быстро определить. Так вот, одна из таких очень ярких маркеров, на которые стоит обратить внимание, это их отношение к любви. И в этом смысле у нас есть прекрасный герой Матвеев «Грех прощения», и вот совершенно замечательный Стас в сериале «Жить жизнь», который говорит, в принципе, одни и те же слова. Стас, когда она спрашивает его, любишь ли ты меня? Любил ли Стас меня когда-то? Помните «Аватара»? Он отвечает, что значение любви в обществе сильно преувеличено, и на самом деле, как бы, любовь не имеет такого огромного значения. Вот, ну, ему нравилось следить за твоими достижениями. А вспомним, что отвечает «Грех прощения» прекрасный Матвей. Он отвечает примерно то же самое, дословно, да, практически совпадает. Нефть и любовь сейчас очень обесценились. Слишком большой избыток нефтедобычи и переизбыток упоминаний о той пресловутой любви, наполненной в значении, ровным счетом, ничем. И, собственно, в этом и есть очень важная подсказка для многих из вас. Дело в том, что поскольку лимбическая система у психопатов социально адаптирована, у социопатов, она у социопатов не в такой мере, ну, у нарциссов уже тоже есть аномалия, то слово «любовь» в большинстве случаев для них не значит ничего, поскольку они не испытывают этого чувства. И, соответственно, они часто говорят о том, что ее значение любви слишком преувеличено или, наоборот, обесценено. То есть, что из-за любви, во имя любви и ради любви, собственно, напрягаться никто не будет никогда ни в чем. И мы, собственно, люди, абсолютно здоровые, со здоровой лимбической системой и с пониманием, что такое истинная любовь, ну или хотя бы вообще любовь, кажемся им слабыми и никчемными, и совершенно как бы глупыми. Не потому что любовь не имеет значения, а потому что эти люди в силу собственной физиологии не способны ощущать то, что ощущаем мы. И, соответственно, та мотивация, которая есть у них, нам непонятно, а им непонятно нашим. Вот, потому что мы как бы живем в разных вселенных. У них мир черно-белый, а у нас цветной. И, собственно, мы говорим, вот посмотри, ну вот здесь же вот есть и другие цвета, здесь есть прекрасный синий и зеленый, и, возможно, яркий красный. Для него это всегда все черно-белое и больше ничего. Поэтому это тот момент, на который мне очень хотелось сконцентрировать ваше внимание и обратить внимание на то, что это действительно очень сильный маркер отношения к любви, когда вы общаетесь со своими знакомыми. Дверят они в нее или нет и так далее. Звук не может быть слабый, звук великолепный, если бы я переслушиваю кусочки эфиров после этого и всегда слышу хорошо. Поэтому обновите мобильное приложение, либо поднимите звук в своих наушниках или в своих гаджетах. Вот так вот. Вот это такой вот очень-очень важный момент. На чем еще очень важно, я хочу сделать акцент, сконцентрировать внимание, что в глобальном смысле, по крайней мере на момент сейчас, мы видим, что Стас таки не особо-то и собирался возвращаться. То есть, если бы не логика Анны, которая выдала ей результат, что Барвихта была совсем недавно, и он не может об этом знать. Если бы она ночью не поехала и не зашла в черный вход в здание, где проходилось мероприятие, то Стас бы в ее реальности так и остался бы мертвым. То есть, это тоже очень важный момент, потому что, как я пишу в своей книге порабощение любовью, почему они возвращаются. И на это есть несколько причин. Первая причина, это им нужен какой-то ресурс. Это может быть секс, эмоции, деньги, связи, что-то нужно, нужны ваши мысли или решение задачи. Может быть, пожрать на халяву или переночевать. То есть, нужен ресурс. Это наиболее частая причина возвращения нарцисса, когда мы говорим об абьюзивных отношениях. Кстати, напишите мне здесь. Если вам стоит в эфире рассказать, когда бывшая в здоровых отношениях возвращается, что это значит, то я вам отвечу на этот вопрос в конце эфира. Потому что все, что я сейчас говорю, это касается социально адаптированных психопатов, социопатов, нарциссов, перверстных нарциссов, возможно, мизогинов. То есть, когда явно деструктивная личность вернулась после отношений, бывший вернулся. Первая причина, это, конечно же, ресурс, нужен ресурс. Вторая причина очень частая их возврата, это он увидел счастливые stories и увидел, что жертва счастлива. Потому что каждый нарцисс, он проживает в магическом мире, что жертва непременно по нему страдает. И, соответственно, когда нарцисс выясняет, что жертва не страдает, вот, и она не несчастна, не переживает, он готов сделать все возможное, чтобы вернуть ее в состояние несчастья. Кто-то из вас мне недавно написал, почему для них это важно? То есть, это получается, они как энергетические вампиры, очень частое предположение. Ну, поскольку энергетический вампиризм сложно доказуем в моей реальности. Поэтому я больше склонна думать о психологических аспектах этой истории. И, на мой взгляд, причина, она максимально простая у нарциссов на самом деле. Почему они нарциссы? Очень хрупкая самооценка. И для того, чтобы чувствовать себя более уверенно, чужое страдание добавляет им как нарциссический ресурс. Для них они этим питаются на каком-то ментальном, эмоциональном, психологическом уровне, что вот, он умирает без меня, или она умирает без меня. Значит, я вообще молодец, какой я удивительный, какой я уникальный. Да и вы вот, собственно, не нарциссы, но многие из вас, чья психика отяжелена элементами гордыни, вы же прекрасно знаете, как вы радуетесь, когда ваш бывший ему плохо, а вам хорошо. Это, как бы, собственно, тоже такой элемент гордыни, касаемый не только нарциссов. Вот. Поэтому скажу о том, что следующая причина, счастлив превратить в несчастье. Следующая причина, причина номер три, это, конечно, скучно. Вот, стало скучно, сидел, смотрел сериалы, и что-то стало скучно. Собственно, поэтому, что делать нужно в этот момент, они часто делают, они делают рассылку. Рассылка из двух видов. Публичная, а есть еще личная. Публичная рассылка выглядит таким образом, что он выставляет стих о том, как ему одиноко, тяжело, и больно. И жизнь боль, или пост, или песню, или цитату великих. Вот, о том, что все ужасно, и вообще, как тяжело жить без любви, и он страдает по кому-то. Ну и, собственно, все начинают писать в личку. Ой, привет, как дела? Случайно не помнили, ты страдаешь. Рассылка массовая, это когда он выбирает с 10, 15, 20, у кого кто на что гораст. Жертв, и в рандомном порядке отправляет примерно одно и то же послание. Привет, как дела? Или там, думаю о тебе. Вот, и, собственно, кто первая ответила, той сегодня и повезло. То есть, таким образом завязывается какая-то переписка, кто-то ответил, кто-то нет, его на самом деле не очень-то это беспокоит. Скажу, что многие из вас думают в этот момент, что вы абсолютно единственная, кому это написали. К сожалению, в большинстве случаев как раз-таки причина номер три, рандомная рассылка, это самая частая причина возврата всех нарциссов, бабников, пикаперов и прочего. И четвертая причина, почему они очень часто возвращают мустит. Мустит настоящий, прошлый, будущий. То есть, форма мести у нарциссов, она очень-очень явно присутствует. То есть, он поругался с кем-то, он пишет свои бывшие. И, собственно, вы участвуете в игре, где вы компенсируете, переписка с вами компенсирует его комплексы. То есть, он поднимает с помощью этой переписки или, возможно, личной коммуникации свою самооценку. Там вот у него конфликт с настоящей бывшей, будущей. Вот он такой, о, а вот здесь меня ждут до сих пор и готовы принять. И, собственно, вот она такая, или там вот у нее такой-то ресурс. И поэтому я великий парень, если меня здесь до сих пор ждут. Поэтому вы должны помнить об вот этих четырех причинах. И вы помните, как Стас, увидев ее реакцию на то, что он жив, он испугался, и он пытается ее успокоить, да, и говорит, живи, счастливо. Естественно, у него не может быть согласно того портрета, который мы видим, и который я сейчас наблюдаю, и который мы видим. Я прекрасно понимаю, я не смотрю, я всегда стараюсь, то есть, я рассматриваю, разбираю с вами в серии. То есть, я забываю о том, что будет впереди. То есть, я вглядываюсь в тот портрет, который мы сегодня уже можем составить. Где, как специалист по психопатам, могу составить портрет. То, естественно, им руководит испуг от ее дальнейших действий. Потому что он понимает, что он действительно взрастил не ту мягкую добрую Аню, которая когда-то была, а это Аня, она способна отгрызть кусок и нанести удар. Вот, потому что она стала в результате его тренировок несколько иной. И, собственно, он этого опасается. И он поэтому говорит, я тебе желаю счастья, живи, и вот все остальное. Но хочу обратить внимание еще раз на этот нюанс, что он не собирался возвращаться. И, собственно, почему? Потому что сейчас у него есть София. Ресурс, который ему более интересен. Поэтому он легко и спокойно оставлял ее на расстоянии. В ожидании, возможно, какого-то момента, когда это станет для него более выгодным, его возвращение или приемлемым. Вот, еще хочу обратить внимание на такой интересный нюанс. диалога Стаса с Анной, когда она говорит, ты психопат конченый. А он ей отвечает, ну что ты вообще-то это называешь социопат. Я вам хочу рассказать тайны своей этой, как это называется, практики взаимодействия с психопатом. С психопатами, вот они все себя называют почему-то социопатами. Я не знаю, почему им нравится это слово, но я даже когда читала сценарий, у меня в голове был вопрос все-таки, править это или не править. Я решила, вот лучше пусть останется социопат. Потому что они прям всегда исправляют это. То есть, когда ты говоришь, ты психопат. Или ты говоришь, а вы никогда не думали, что мы можем рассматривать у вас диагноз психопат. Он говорит, что вы, максимум социопат. Поэтому мне нравится им слово психопат. Мне нравится слово социопат, это действительно все психопаты называют себя максимум социопатами. Это факт. Вот поэтому это вот четыре таких основных причины, на мой взгляд. Ну и соответственно, готовясь к эфиру, я подумала о том, что естественно, у многих из вас возникает вопрос, почему они исчезают без пояснений. И здесь вот я даже открыла главу в книге «Порабощение любовью». Вот, что как правило, после конфликта или ссор, нарциссы очень многие исчезают. И многие задают вопрос, ну почему? Ну понятно, что это одна из форм газлайтинга. Когда жертва должна думать, а он не оправдывается. Соответственно, возможно, он не виноват. Я вам хочу сказать, что если нарцисс исчез, это прямое доказательство, что вы попали в точку, и он очень виноват. И, но исходя из жизненного опыта, или очень часто, если особенно это обученный пикапер, то им внушают, что оправдывается тот, кто виноват. Поэтому отсутствие оправдания, это форма поведения, которая сама по себе доказывает невиновность. Кроме того, они пропадают по причине того, что время стирает негативные воспоминания, и придя к жертве через месяц или через два, она очень часто уже не помнит, о чем был конфликт. И можно начать все сначала, опять ей полоскать мозги, как я это называю. Вот. Кроме того, причина есть очень часто у лавеласов самая простая, что исчезновение без объяснений, оно оставляет надежду, особенно в женской психике. И женская психика, она превращается в ждуна из-за этого, из-за того, что отношения официально не были завершены, разговора не случилось. И, собственно, жертва очень ждет часто годами. Поэтому я всегда в таких ситуациях рекомендую взять лист бумаги, ручку и написать, что, дорогой Вася, наши отношения закончились по причине того, что ты исчез, ты мудак. И, собственно, и поставить подпись, то есть, закройте в своей психике это окно. И, кроме того, когда прощаются нарциссы, очень многие исчезают, и не хотят прощаться по одной простой причине. Они больше не заинтересованы во взаимоотношении с вами, так нахера перед вами оправдываться? И, собственно, нафига себя вводить в какой-то стресс? Он начнет там с вами прощаться, объясняться, вы начнете плакать, ему надо будет вас успокаивать. Ну, то есть, как бы это конфликт, обида может случиться. А так вот исчез и исчез, может быть, я занят был. Вот. Ну, и второй момент очень важный, в чего я должен этот стресс себя погружать, если я могу себя не погружать. И, как бы, пусть она сама мучается, поймет через год, что, собственно, мы расстались, или через два. Поэтому причина их исчезновения, это не потому, что он не поставил точку, а потому, что он как раз таки его поставил. Но поскольку он в вас больше не заинтересован, тратить время на объяснение он не видит никакого смысла. Поэтому это такой очень важный момент. Вот. Ну, собственно, что еще я хотела сказать о третьей серии? Что для меня совершенно удивительным, потрясающим образом открылся Виктор. И мне кажется, что эта черная лошадка принесет нам еще немало удовольствия. Потому что я прям смотрю на него, и он мне прям напоминает одного гору пикапа. И он прям, ну вот, такой парень, он, как сказать, будоражит женскую душу. Я надеюсь, напишите мне обязательно, как он вам кстати. Потому что прям в этот раз он оказался настолько обаятельным. Помните этот момент, когда он говорит, ну что-то еще, она ему говорит. А он такой говорит, ну могу стих прочитать про любовь. Так что, вот так. Ну или эта сцена с телефоном. То есть, совершенно понятно, что они хотели, чтобы Матвей их заметил. Ну, он хотел, но как бы он уже делает прямой намек. Вот. Но это удивительно. Очень обаятельный и харизматичный актер. Прям мне очень-очень понравился. Ну, естественно, обсудите здесь в комментариях, как же вам настоящая Кость. Вот. Ну, и из, конечно, топ-фраз, это великолепная Дарья Мороз. С фразой, что сильный мужик поможет, слабый мужик скажет, мне самому еще хуже. Ну, это слова Раневской. Ну и вообще, кстати, в этом, не в первый раз в этом сезоне прям Дарья беретит мою душу своей игрой. Она прям раскрылась очень в лице Рид. И эта сцена с алкоголем в третьей серии, она тоже, на мой взгляд, совершенно мощнейшая. Где мы показываем, как реагирует жертва. Снять ее состояние, когда вдруг она смотрит и понимает, что можно поговорить со Стасом. Ну, точно так же, как и состояние Анны. Когда ты можешь задать человеку свои вопросы и, возможно, получить на них ответ. Вот. Вот. Поэтому вот так вот. А, еще, кстати, отвечу на этот ваш вопрос по поводу... Недавно где-то в комментарии девочка мне пишет, что вот только мне стоит от него переключиться, так вот он сразу пишет или сразу появляется. Они что это энергетически чувствуют? Я думаю, что ни хрена не чувствуют, мое мнение профессиональное. Ну, чувствуете ли вы, что чувствует или волнует, что чувствует ли вас безразличный вам человек? Ну, то есть, как бы, вы поймите, они все находятся в безразличии, в глобальном смысле, в собственной жертве. Поэтому в большинстве случаев то, что вы думаете, я переключилась, на самом деле это как раз таки просто рандомная рассылка, так совпало, потому что со временем вы поймете, что есть много случаев, когда вы переключились, а он не пишет. Поэтому никаких, никакой прямой корреляции, что вы... Но если вы выставили фотографию, на которой вы жизнерадостная, красивая, пышущая витальностью, то, естественно, это может стать мотивацией к появлению для большинства из них, для того, чтобы погрузить в несчастье. Вот. Ну что же, отвечаю на ваши вопросы. Тут уже началась скорая помощь у некоторых из вас. Спасибо за доброе слово. Так, добрый вечер, добрый вечер, добрый. Аннушка, милая, здравствуйте. Я как-то писала, что мой бывший развелся, и мы пытались построить отношения, но его недолго хватило, пока он не добивается. Любит, как только я сдаюсь, пропадает. Ну, слушайте, Татьяна, и, ну, как бы, если есть продолжение, ну, я думаю, что здесь может быть форма больше связана с тем, что он ещё не отпустил свои предыдущие отношения. Вот. И когда он остаётся один или в какой-то форме поиска любви, он тогда начинает воздобиваться. Потом, когда нужно перейти шаг в стадию уже каких-то там отношений съехаться или ещё что-то, он начинает пропадать. Потому что, возможно, есть страх повторения, а, возможно, есть чувство к бывшей. И, собственно, я поэтому всегда вам и говорю, никогда не входите в отношения с теми людьми, чей статус не определён. Ну, то есть, или когда человек влюблён в кого-то другого, или человек не может забыть, потому что это всегда равносильно любовному треугольнику. То есть, совершенно неважно, он находится с ней в постели или она находится в его голове. Вот. Потому наиболее ресурсное, качественное, созидательное отношение, это когда два человека встречаются, и они уже в поиске отношений или в поиске любви. То есть, ну, я не люблю слово поиск, но они открыты к такой возможности, назовём это так. Когда человек как бы уже хочет, готов о ком-то заботиться и хочет, чтобы заботились о нём, назовём это так. Когда ты уже не находишься в монаде, а готов переходить в диаду. Вот назовём это так. И, собственно, поэтому я во всех своих книгах и в некоторых эфирах всегда рекомендую, что вот эти переходы из отношений в отношения, они очень часто заканчиваются хернёй по причине того, что ты, ну, не совсем адекватно и объективно оцениваешь реальность, будучи травмированным предыдущими отношениями. Поэтому я всегда рекомендую вам выйти из отношений, ну, как, завершить их, проработать, осознать, прогоревать и дальше избавиться от всех страхов и травматики, которая появилась в результате этих отношений. Вот, ответить для себя на вопрос заново, что для вас важно в отношениях, наполнится любовью, гармонии, только после этого обходить в новые отношения. Поэтому как-то так. А кто-то пишет, у меня как раз сегодня бывший вернулся. А у меня опять уходит. Вот. Кто-то пишет, они это полнолуние восстают. Ну, кстати, есть некоторые, проводят эту связь, что у психопатов на полнолуние обостряется их шиза. Вот. У меня полный неконтакт два месяца. Так он сегодня двери выбивал, хотел поговорить. Так, замок жалко сломал, дверь так и не открылась. Полиция в таких случаях. Есть рецепт, как избавиться от них раз и навсегда. Ну, перестать реагировать на их возвраты, на любую коммуникацию. Очень спокойно, они это все. В некоторых случаях приходится подключать полицию или адвокатов, что тоже является, ну, если мы там в отношениях, как оказалось, с абьюзером или сталкером. Вот. Но в глобальном смысле просто вот это спокойное. Нет, ну нет. У меня нет сил, у меня нет энергии. Я не могу быть с тобой. Я заболела. Иногда приходится к такому, к таким моментам прибегать. То есть, он пока чувствует эту эмоцию, что вы там как-то реагируете. Он пытается эту эмоцию выжить, когда он чувствует вот эту вот полную тишину и нет энергии. Они очень часто из-за этого сразу уходят. Вот. Тут пишут, у меня тоже два месяца неконтакта, сегодня прямо бесился. Так вот, самое интересное, что сам бывший разорвал отношения и сам начал подкатывать. Подарил букет раз и говорит, что не понимаю, что я намекнул, что давай начнем заново. Да еще и обиделся, что вы не догадались, да. Всем, девочка, доброе время. Санна, дорогая, вы верите в тест с цветом? Надо спросить, с каким цветом я у тебя ассоциируюсь. Ну, помню всяких тестов есть и про цвета, и про все на свете. Ну, не знаю. Тут надо тестить, что для него сначала те или иные цвета. Потому что иногда бывает цвета, определения у людей разные. Обиделся, когда сказала, что я должна была это понять. Так он прямо это возмущение сказал, как захочешь, тогда сам начнешь ко мне подходить. Если ничего любовь для него не значит, зачем он постоянно требует, чтобы ему признавались в любви? Ну, это же опять нарциссический ресурс. Ну, во-первых, я хочу сказать, что если вы хотите увидеть истинное лицо нарцисса, первое, что вам нужно сделать, это признаться в любви. Признайся нарциссу в любви, и через день ты получишь первый удар. Потому что они все находятся в маске и подстройке, пока они не почувствовали, что жертва влюблена. А почувствовать им тяжело, как бы, поэтому слов я тебя люблю достаточно для того, чтобы они стали поднимать голову и, например, там манипулировать, или мотать вам нервы, или еще что-либо. Потому что для большинства нарциссов из-за того, что они не понимают смысла истинной любви, для них это просто слова. То есть они знают, что люди приучены из-за любви терпеть. И, собственно, можно включать жернова. То есть можно уже раскатывать в асфальт эту жертву, если она тебя любит, если она об этом заявила, если она сказала, я тебя люблю. Я иногда рекомендую это использовать как проверку. И сама могу это использовать как проверку. Потому что просто говоришь человеку, я тебя люблю, нарциссическая личность сразу же начинает применять приемы манипуляций. Не обязательно касаемо личного. Это может быть и дружба, и партнерство. То есть в этом у них есть такая интересная особенность. Ну и, соответственно, для них фраза «я тебя люблю», когда они вам признаются в любви. В большинстве случаев это способ решить назревший конфликт, либо получить желаемое. То есть они знают, что многие жаждут этого признания. И, например, если он там, ну уже там совсем перешел какую-то грань, и вы совсем его прощать не хотите, то они тогда подключают признание в любви, говорят «я тебя люблю». Говорят «ой, он меня любит, надо его простить». Хотя за этими словами вообще ничего не стоит. Поэтому помните о том, что любовь – это не слова, это всегда действие. Это уважение, доверие, забота. Вот, сексуальное влечение и желательно восхищение, проявленное в действиях. Ну и вообще люди – это не слова, люди – это всегда действие. Вот, поэтому учитесь смотреть на действия людей, а не на то, что они говорят. И тогда очень многие люди в вашей жизни исчезнут, и придет реальность, которая сделает вас абсолютно счастливыми. Вот, это то, что я хотела сказать. Спасибо, спасибо. Расскажите про здоровых личностей, да. Про что про их рассказывать? Я все время про их рассказываю. Сделайте эфир об отношениях людей 60 лет. Так вот пишут, а мне 64, у меня ума нет. Приняла, простила, завела с ним дело, сегодня собрался уходить. Здравствуйте, Анна. Неужели психопаты причиняют боль осознанной, или это эмоциональные взрывы неосознанные, только потому, что у него мозги устроены по-другому? Нет, они абсолютно сознательные, и их сознательность доказана психотерапевтами всего мира. Собственно, поэтому в случае совершения преступления такой диагноз, как шизофрения, отправляется в больничку человек с диагнозом, а психопат отправляется в тюрьму. То есть, на этот диагноз нет какой-либо скидки. То есть, потому что их действия абсолютно сознательны. Любой серийник, это тоже доказано исследованиями и опросами, и всем-всем-всем, он прекрасно понимает, что он нарушает закон, когда он причиняет вред своей жертве. Точно так же социально адаптированный психопат прекрасно знает, что он причиняет своей жертве боль, но продолжает это делать, потому что эта боль доставляет ему удовольствие. Ну, то есть, если мы посмотрим на разные виды диагнозов, то в глобальном смысле в чем разница между ними всеми? Если там нарцисс, он еще больше сфокусирован на себе и в собственных ресурсах, то, когда мы смотрим на психопата социально адаптированного, то он на самом деле уже садист. То есть, чужая боль приносит ему удовольствие, он этой болью наслаждается. Вот, но при этом здесь немаловажно, он еще не переходит вот эту грань социально адаптированности, физического насилия до определенной, возможно, какой-то черты. Не переходит, не переходит, потом раз и перешел. Вот. Поэтому вот для меня, собственно, в глобальном смысле и в этом вся разница между ними. То есть, насколько глубина их, как это, уровень их садизма. То есть, у нарцисса он менее, еще не такой глубокий, а у социально адаптированного психопата более. А уже там, когда мы берем абьюзера, который применяет физическое насилие, то ему уже психологического мало, и ему уже надо расширяться на физическое. Поэтому вот как-то так. Да, помните, как Стас ей говорит? Видишь, а ты раньше даже и подумать не могла, что можешь меня убить, а теперь ты смелая и сильная. И действительно, многие психопаты, они считают, что они со своей жертвой выращивают психопата, и это большое благословение для этой жертвы. Ну и правда, они так думают. Да. Вот. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо. Есть вообще смысл с нарциссами выяснять отношения, их прояснять. Понятно, что такие разговоры неприятны, но как иначе свою позицию или границу озвучить? Бесполезно просто. Вы можете озвучивать только свою границу одним единственным способом. Это отсутствием коммуникации с ними. Все ваши, ну как, в принципе, в глобальном смысле, если мы говорим там о легкой форме нарциссизма, вы можете с таким нарциссом выстроить отношения. Мне это многократно удавалось. Через жесткую форму со мной так нельзя. Вот. Но в любой момент, когда вы будете давать слабину, он будет пытаться ваши договоренности, скажем так, отменить. Но у меня, например, есть... Это же вот пытаюсь правильное слово подобрать. Друг, давайте назовем это так. С которым в результате долгих перипетий, вот именно жестких такого отстаивания границ, он, будучи абсолютно жестким нарциссом, он знает, что вот за это ему будет отрублена голова. Поэтому, если мы о чем-то договариваемся, он всегда там это делает. И если вдруг что-то меняется, он звонит, говорит, я помню, что тебя еще больше злит, если я не сообщу об изменениях планов. То есть, и как бы вот мы так вот по-дружески хорошо коммуницируем, в принципе, в достаточно таком теплой манере. Но при этом он признает, что так как он взаимодействует со мной, он не взаимодействует ни с кем. То есть, со всеми остальными он плевать хотел. И как бы, наверное, в этом есть какая-то форма, наверное, проявленности моей самоценности, самодостаточности, что даже с нарциссом я могу выстроить вот эту коммуникацию. Ну, это не касается личного, естественно, потому что, ну, понятно, но это касается как бы дружбы. То есть, в принципе, как бы это возможно. Потому что, когда мне говорят, что там мама нарцисс или папа нарцисс, я не знаю, как вот, как взаимодействовать с ними, точно также через это жесткое про формирование вот этих вот границ, что вот так или вот так, вот так или вот так, и по-другому не будет. То есть, не позволять садиться себе на шею, потому что нарцисс всегда будет пытаться всеми способами сесть вам на шею и свесить ноги, чтобы вы максимально инвестировали в отношения, а он не делал ничего. Это прям их сверхзадача, вся их жизнь направлена на это. Но на самом деле это ваше решение, инвестировать в отношения или не инвестировать. Поэтому у меня, например, уже очень много лет в моей жизни выработано правило взаимодействия вообще с новыми людьми, которые приходят в мою жизнь. Я вам хочу сказать, что таких людей очень мало. Мой круг, он давно сформирован, и попасть в этот круг крайне тяжело. Ну, бывает иногда, в силу каких-то обстоятельств появляются, например, какие-то новые друзья или приятели. Вот, поэтому у меня всегда отношение очень простое. Я отношусь к человеку всегда с большой щедростью. Щедростью души, щедростью эмоций, щедростью вообще глобально во всем. Но при этом я наблюдаю, как человек реагирует. И в какой-то момент, если я вижу, что я даю вот столько, а в ответ получаю вот столько, то я уменьшаю то, что я даю ровно до того количества, сколько дает человек. Объясню, почему так происходит. Потому что в нашей психике, если вы даете в какой-либо форме взаимодействия намного больше, чем получаете взамен, вы будете себя чувствовать всегда ограбленным. И у вас будет на каком-то вашем ментальном уровне просыпаться претензия. Ну, то есть, как бы с одной стороны, это вы не можете ничего предъявить, потому что никто не заставлял вас это делать. Вот как часто говорит нарцисс. Нарциссы говорят, ну так я же не просил тебя, а ты делал. Вот я слышу от вас часто, что они такую фразу говорят. И они в глобальном смысле-то правы, потому что многие из вас делают что-либо из позиции заслужить его любовь, этого нарцисса. И они делают, 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 а результат не получают, и в какой-то момент они выставляют эту претензию. Так вот, я всегда говорю о том, что если вы, например, действуете из собственной самоценности и самодостаточности, то, во-первых, если вы приняли решение быть щедрым, то вы никогда не предоставите, не предъявите эту претензию. А второе, если вдруг вы видите, что человек ничего не дает вам взамен, то вы тоже перестаете это делать. То есть, как бы это нормально. То есть, нормально во взаимоотношениях участвовать в том обмене, насколько этот обмен возможен. Ну, то есть, как бы для того, чтобы это было комфортно для вас обоих. Вот. Ну, то есть, я сейчас не про деньги, про какое-то вот это внутреннее состояние, когда ты чувствуешь, что этот обмен, обменный процесс есть. Ты с человеком пообщался, и ты наполнен, или ты с человеком пообщался, и ты опустошен, да? Вот, это вот такой момент. Так вот, вот это вот мое такое давнее правило, а потом, естественно, я вообще сворачиваю общение, и все. Если вдруг я вижу, что там какая-то форма газлайтинга, или форма там нарциссизма, или еще что-то, я просто выхожу из этих отношений. Ну, и дело не потому, что я там сижу об этом думаю, это происходит уже на автомате. То есть, ты не можешь взаимодействовать с этими людьми в силу какой-то уже моей прокачки ментальности, я не знаю, как это объяснить. Вот, какие они дружбы между собой, они делятся с ними тем, как они себя ведут жертвы. И нарциссы не способны дружить между собой, они, наоборот, друг друга ненавидят. А мой нарцисс опять стал писать в институте, и он еще не заблокирован. Я ему пишу, что у меня такой сейчас парень, какой секс, какого не было 10 лет. Так что до свидания. Так, как перестать скучать по нарциссу? Пройти ему онлайн, любовь или зависимость? Как вернуть себе себя? И за три занятия перестать скучать. Вот, кстати, я напоминаю вам, что у нас в среду стартует онлайн техника телесного освобождения. Раскодирую свое тело, активирую красоту. Кстати, там тоже будут техники, позволяющие через тело убрать там всевозможные ваши привязки. Поэтому до 25 числа у вас еще действует скидка, специальный тариф 60% скидки. С 25 сентября цена изменится. Поэтому все, кто хотел присоединиться, я напоминаю вам об этом. Обязательно изучите эту информацию на сайте annaboginskaya.com или annaboginskaya.ru. Кроме того, вы можете там найти вводный урок, где есть тест на блоки в вашем теле. Большой тест на все 7 блоков, которые есть в нашем теле. И вы можете таким образом увидеть, посмотреть, какие блоки в вашем теле есть у вас. Обязательно пройдите этот тест, посмотрите это видео, оно будет очень-очень для вас полезно. Оно доступно на сайте annaboginskaya.ru, поэтому пока я не забыла. И что я не собираюсь тратить ни минуты, ни секунды, которые меня не хотят. Это, наверное, вот про продолжение, что у вас новый мужчина, да, которым вы ему сообщили об этом. Прямо нажали ему на все больные точки. Поэтому теперь он жаждет вам отомстить. Анечка, не было его долго, сегодня прислал видео зацепить что ли, игнорить, скажите пожалуйста. Я же не знаю это вам решать, игнорить или я же не знаю историю ваших отношений. Что это, кто это, почему это. Ну понятно, что видео это способ зацепить беседу, вот. Если это видео не касается вас, а просто какое-то нейтральное. Ну ответила, отреагировала, что она в этом видео увидела. Ну вот. Проигнорить. Шла, слайдно ты. Вот пишет, что я ни на что не реагирую, все пинги проигнорила, проигнорила. Орал, кричал, оскорбляю, крушил, лег спать. Ну как он мог лечь спать у вас дома что ли? Анна встречалась с парнем недолго, когда гостиная у него всегда были нормальные, гостила наверное, нормальные отношения. Когда пригласила его в гости, он стал диктатором. Стал говорить, что он главный, что женщина должна подчиняться. Сейчас я почитаю, попробую, может быть есть продолжение. Ну я не знаю, как бы очень сложно прийти в гости и сразу стать диктатором. Жить надо тогда, чтобы это проявилось. Спросите у него, почему такая смена поведения. Может быть вы оказались социально намного более состоятельны, чем он. И когда он увидел ваш дом там, и ваше финансовое благополучие, у него какие-то комплексы включились, и он стал говорить об этом. Вот. Ни на что не реагирую, все пинки проигнорировала, держусь. Полгода не контакта, но анализирую себя как будто жду очередного пинга. Работаю с психологом, эффект слабый. Что делать? Онлайн проходить «Мой любовь или зависимость». Если терапия не дает результат, а ищите другие способы терапии. Почему вы ждете? Потому что уже было многократно и вот этот сценарий адреналин-эндорфин. Вот. И, соответственно, вы как наркоман ждете своей очередной дозы адреналина, после которой будет такая доза эндорфина. То есть, вот я в своем подходе подхожу, отношусь к нарциссическим кругам, как я это называю, и отношениям с психопатами не как к психологической зависимости, в первую очередь, а к психофизиологической зависимости. Собственно, поэтому эпофилизависимость, согласно тысяче отзывов, дает мгновенный результат. Поэтому работать надо убирать, во-первых, собственную зависимость, понимание, формировать, что такое здоровое отношение. И, конечно же, работать с телом в том числе. Благодарю, родная, за ответ. Я говорила, что еще раненько сходиться после развода. Он же прилетел на крыльях любви и получилось печальненько. Сейчас не общаемся. Он в горевании, а может быть, и нет. Так. Здравствуйте. Спасибо за добрые слова. Спасибо за все. Благодаря вам я вышла из деструктива. Мой был король нарцисс. Мы когда-то сидим с моей подружкой, вспоминаем там разных персонажей. Значит, и она там про одного своего говорит. Говорит, ты знаешь, говорит, я говорю, ну вот если бы, например, ты бы поставила ему вопрос, ну кто из них в этом списке, на каком уровне? Говорит, а вот этот бы сказал, что он вне этих списков. Вот здесь примерно то же самое. Он король нарциссов. Или все там нормальные в списке, а я не в этом списке. Я в отдельном списке нарциссов, и я номер один. Ладно, вы прекрасны. Подскажите, может быть такое? 13 лет всего вдвое детей, нарциссические черты есть, но не сильно. И часто потом человек меняет работу, переезд, окружение становится невыносимым нарциссом. Это кризис отношений, нарциссическая защита включена. Она может быть включена по причине безразличия. Какая-то травматичная ситуация, например, он раньше содержал семью, были деньги, сейчас денег нет. И он пытается это как-то вот выйти через нарциссические защиты из этого внутреннего конфликта. Второй момент, это может быть присутствие третьей стороны. Третье, это полное безразличие. Обязательно, прям немедленно читайте эту книгу, и понимайте, что такое кризис отношений, и на чем он базируется. Потому что, однозначно, 13 лет человек, я всегда говорю, нарцисс, всегда нарцисс, он нарцисс с первого дня. Если вы прожили с человеком 10 лет, у вас были шикарные отношения, утром вы проснулись, он превратился в нарцисса, конечно же, это кризис отношений. Но, к сожалению, почему так происходит? Ну, я сейчас не говорю, что это так у вас, я просто приведу вам пример. Например, у мужа появилась любовница. Ему, конечно же, стыдно за это, что он предает семью. И для того, чтобы избавиться от этого стыда, он включает нарциссическую защиту и начинает за собственную измену ответственность переносить на жену. То есть, обесценивать брак, обесценивать отношения с женой, включать вот эти всевозможные агрессивные формы безразличия, нежелание договариваться и многое-многое другое. На самом деле причина – это стыд из-за присутствия третьей стороны, о которой жена может даже, например, не знать или не подозревать официально. Вот, ну вот, например, такой один из примеров. Например, бывает ситуация, когда человек, например, был финансово благополучным, содержал полностью семью, тот раз он теряет бизнес и все остальное, ему стыдно. Точно также по этой же причине он включает нарциссические защиты. То есть, в любой такой очень сильный, то что связано со стыдом, очень частый способ выхода для некоторых людей – это нарциссические вот эти паттерны. Нарциссические защиты, и как говорил Зигмут Фрейд, Фрейд – транзекторный временный нарциссизм. И мы, к сожалению, это делает не только они, это часто делаете и вы. То есть, вы, например, вспомните, когда вы там жили с кем-то в отношениях, были с кем-то в отношениях, но как только появилась третья сторона, вы легко обесценивали своего партнера. Так я хочу сказать, что обесценивание – это один из главнейших защитных механизмов нарцисса. Каждый из вас, когда начинает обесценивать своего партнера или своего друга, или какие-то отношения, или еще что-либо, в этот момент включает транзекторный временный нарциссизм и становится нарциссом. Поэтому помните об этом всегда, что любая форма обесценивания во взаимоотношениях или конфликтной ситуации – это всегда признак нарцисса. Вот. Скажите, пожалуйста, молодой человек начал без предупреждения приходить ко мне домой или пишет, я скоро буду. Что это? Проверяет. Проверяет. Мне больно слушать, аж мурашки. Больно меня слушать? Если муж деньги не дает на детей, мы вместе живем, только поругаемся, он говорит, что не обязан обеспечивать меня и детей, на работу не разрешает выходить. Сейчас уголь. Ушел к своей маме. Там у нее… Ну, как бы и… Ну, естественно, это ненормально. Особенно, если он запрещает вам работать, получается, это форма экономического насилия. То есть, что вы зависимы от него финансово, и он это знает, он этим управляет. То есть, у вас есть два пути. Договариваться с ним об этом, выстраивать границы, говорить о том, что поскольку он ставит условия, чтобы вы занимались семьей, то он обязан вам платить зарплату, либо вы выходите на работу. Вот. Поэтому все, что вы рассказываете, это про экономическое насилие. И почитайте об этом в интернете. Страх потери очень часто мужчин заставляют не обязательно абьюзеров использовать эту форму для взаимодействия с женщиной. Но опять же, на мой взгляд, женщине решать, вестись на это или нет. Вот. Соглашаться на такие условия или не соглашаться. Добрый вечер, Анечка. Спасибо за добрые слова. Столько любви. Вы про клуб. Тут вот пишется, что уже третий год в клубе, вы лучшая. Спасибо. А как выстроить свои границы, когда ты уже находишься в отношениях, и тобой манипулируют и играют? Как настроить эти границы, находясь в отношениях? Через жесткие, через жесткое проявление со мной так нельзя. То есть, ты не ведешься на манипуляцию. Но он сбежит. Если это профессиональный манипулятор и нарцисс, он сбежит. В большинстве случаев они уйдут. Потому что если вы не играете по их правилам, он не может вас уничтожать, ему от этого очень тяжело, печально и больно. Он не может с вами взаимодействовать. Вот. Поэтому в любой форме отношений, жестко выстраивая границы, вы можете это делать. Как это делается? Ну, то есть, например, вы договорились о чем-то, он так не сделал. Просто жесткая форма удаления с отсутствием любой коммуникации. Ну, то есть, пока человек не выйдет к тому, что вот это делать нельзя ни при каких обстоятельствах, пока он к этому не придет. Но это не говорит о том, что он перестанет вас атаковать. Если он все равно с какой-то периодически будет это делать. А если мы говорим о пораженных манипуляторах, которые только таким образом взаимодействуют, то есть, в большинстве случаев, как только вы начнете выстраивать границы, он сбежит. Вот. Но я еще раз говорю, что это возможно. И говорить о том, что это прям вообще невозможно, с психопатом вообще невозможно. А если мы говорим о какой-то лайтовой форме нарцисса, то это возможно. Но это не про то, что он изменится и превратится в прекрасного принца. Нет. Он точно так же будет пользоваться другими людьми. Но с вами, например, он будет находиться в состоянии, что здесь я так не делаю. Вот. В личных отношениях, держа нарцисса такого в близком круге, вот так прям рядом, это будет бесконечное расставание для того, чтобы поставить его на место или там и примирение. Что тоже надоедает нарциссу в какой-то момент, он перестает бояться этого расставания, потому что на третий-пятый раз он понимает, что все. Поэтому вот как бы вот я об этом рассказываю. Рассказывала. Я рассказывала не о личных отношениях, а о дружбе в первую очередь. И там об отношениях с родителями. Да, это возможно. Но для этого надо иметь внутреннюю очень сильную точку опоры. В-третьих, полное стопроцентное понимание, что есть истинная любовь, базируемая на истинной любви и отношении к себе. И очень много-много других составляющих для того, чтобы чувствовать и уметь выстроить это. Так что так. А психопат с нарцисской может долгое время находиться в семейных отношениях? У меня есть совершенно замечательное видео. Может ли два манипулятора быть вместе? Там я рассказываю разного вида взаимоотношения. Вот. Так вот, психопат с нарцисской, это как раз таки то, что называется итальянская семья, где кто-то кого-то пытается убить. Вот. С нарциссом мужем разошлись, не звонит, не пишет, это нормально или план у него есть? Не хорошо без него. Почему вы думаете? Это большая иллюзия, что нарциссы все возвращаются. Я не знаю, кто вам это внушил, потому что моя, например, статистика показывает, что в большинстве случаев они не возвращаются. Или кто-то там вам где-то написал, что они все возвращаются. Ничего подобного. Они возвращаются, еще раз повторяю, по четырем причинам. Первое. Первое самое важное, это ресурс. Причина, которая их интересует. Если они в этих отношениях не видят больше ресурса, либо тот ресурс, который у них есть, намного более значим, чем вы, он не вернется к вам никогда. И как бы сидеть и ждать из-за того, что какой-то психолог вам сказал когда-то, что нарциссы возвращаются. Нет, у меня нет вообще такой статистики, что в ста процентах случаев они возвращаются. Нет, я наоборот считаю, что они очень редко возвращаются. Они возвращаются только тогда, когда им нужен ресурс, или они мстят, или стало скучно. Ну, то есть, вот в такой форме. А если ему не скучно, ему не надо мстить, у него есть более сильный, мощный ресурс, чем вы, он не вернется никогда. И даже никакие ваши красивые фотографии в инстаграме его не возбудят до такой степени, чтобы к вам вернуться. Поэтому, ну, как бы сидеть и ждать, и думать о каком-то плане, я бы не стала. Ну, не стала. Недомно отказывать людям в просьбах. О чем это? Как научиться говорить? Нет. Ну, во-первых, про работать страх, говорить нет. А во-вторых, это о комплексе хорошей девочки. И, конечно же, это про то, что когда строгие родители, вы не могли им сказать нет. И вот, всегда были обязаны делать то, о чем они просят, или что они приказывают, или что они сказали. Идем в клуб жизнь, открываем письменную технику освобождения и прописываем эти страхи. Жадно глотаю каждое слово, прочитал почти все книгам. Абьюзера, если уходит через какое время, он возвращает жертвы. Я еще раз повторяю. Абьюзеры возвращаются. Как книга называется? Жить жизнь или исцеление любови? Исцеление любови, о чем мы говорим? Такой странный вопрос. Аня 30, Дима 35. Почему молчит, что чувствует? Благодарю, я же не Ванга. А это, наверное, да, это, наверное, я просто никогда не была на таких эфирах, где там ясновидящая, да, работает. Ой, не могу. Фиралера осталась нарциссом. Полгода собирала себя по частям. Как только собрала, начали возвращаться бывшие из прошлого. За последние месяцы уже трое позвонили с признанием. Проверка жизни, что это, ну, проверка. Плюс очень часто перед как-то новыми отношениями важными все бывшие почему-то активируются и как-то о вас вспоминают. Это, возможно, ваше внутреннее чувство уверенности в себе, которое возникло в результате проработки и того, что вы собрали или осознали. Возможно, это какие-то ваши социальные сети, где вы появляетесь в сторис там или фотографиях. Вот. Конечно, проверка. У меня такая жесть. Ну что ж, хорошо, спасибо вам за ваше время, за то время, которое мы провели с вами вместе. Оно было прекрасным. Вот. В четверг буду в эфире Клуб Жить Жизнь. По крайней мере, планирую. 3.25 у нас стартует онлайн живой урок. Вот. И будет очень интересный урок, где мы будем говорить об эмоциях нашего тела, о психосоматике. Поговорим с собственным телом. И обязательно, почему я рекомендую пройти вам вот этот вот вводный урок, который доступен сейчас на сайте, потому что там тоже есть медитативные упражнения, разговоры с собственным телом, есть тест. Вот. А в среду будет очень-очень интересно. И уже начнем изучать мою утреннюю зарядку, что такое блоки, как их снимать. В общем, будет крутой очень урок. Поэтому присоединяйтесь, буду всех рада видеть. Ну, конечно же, спасибо вам за репосты и лайки. Спасибо за такое количество репостов и лайков, которые вы сделали под последним рилс с цитатой из «Грех прощения». Если кто не видел, обязательно посмотрите. Вот. И спасибо еще раз за вашу любовь. Она взаимна, как вы знаете. Но обязательно напишите мне, как вам 3 серия и какие у вас есть еще вопросы по 3 серии с большой радостью. И на них отвечу. Берегите себя, будьте счастливы. Помните, что вы самое ценное, что есть в вашей жизни. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok